Всем привет! В этом году, как никогда, мы собрали по два-три ведра здоровой, крупной, вкусной вишни и черешни с каждого дерева. И сейчас я расскажу вам, как получить такой же урожай в будущем году и вам. Как только вы сняли последнюю вишенку, последнюю черешенку с дерева, это не повод оставлять свой сад в покое. Берем в руки инструмент, берем в руки опрыскиватель, грабли и идем обратно в сад. Наша задача помочь дереву восстановиться, ведь впереди еще два месяца, и то и больше активного роста, фотосинтеза, питания и так далее. И это время могут использовать и вредители. И наша задача не потерять ни одного дня в борьбе с этими вредными организмами, с болезнями, с вредителями. И самое главное, наша задача восполнить потери дерева на урожай. Каждый год, отдавая нам свои ягоды, плоды, дерево отдает и свои силы. И если мы не будем их восполнять, урожай с каждым годом будет все ниже, ниже и ниже. И восполнять его нужно именно сейчас, когда дерево готовится к зиме, формирует новые цветочные почки, закладывает их, напитывается новыми силами, запасает нужные вещества. Придя в сад, первым делом, что мы делаем, это удаляем все больные, пораженные болезнями, засохшие, усыхающие, поломанные веточки. Ведь это источник инфекции, который так хочет перейти на будущий год. Помимо этого, убираем все больные вишенки, черешенки с дерева. На них сидит плодовая гниль, и она ждет того же самого. Кроме того, не забываем про землю, ведь там тоже лежат и опавшие больные листья, и те же самые засохшие вишенки. Все это нужно собрать и убрать из сада, будь это компост, либо сжигание веток на костре. Главное, в саду не должно не оставаться ничего больного. Этот год выдался очень засушливым, а дерево буквально отдало последние соки на урожай. И нам важно восполнить потери воды в земле. Дожди не всегда могут обеспечить дерево полностью. Промачивают только верхний слой, поэтому поливаем наши вишни, черешни, особенно если почвы у вас легкие, воздушные, и вода легко уходит, а дождей по-прежнему нет. Многие спросят, сколько нужно воды под дерево, если дождя долго не было? Не менее 5-6 ведер на квадратный метр площади проекции кроны. Это значит не просто на приствольный метровый круг, но и на ту площадь, которую занимает крона дерева. В таком случае корни получат именно столько воды, сколько нужно, и весь почвенный горизонт будет промочен надежно. Хорошо, мы полили дерево, а сейчас мы приступаем к следующему очень важному моменту – борьба с вредителями и болезнями. Впереди целых два месяца активного фотосинтеза и роста, питания дерева. И это время вредители тоже используют, но только против нас. Поэтому заготавливаем в первую очередь биопрепараты и отправляемся в сад. Почему биопрепараты? Все мы хотим получать здоровую продукцию, жить в экологически благополучной обстановке. И если у вас в саду вредителей и болезней пока немного, берем именно их биопрепараты. От болезней обращаем внимание на такие хорошо себя зарекомендовавшие средства, таких как профит, синая палочка, триходермин, фитоспорин-М. Они помогают остановить массовое распространение болезней и абсолютно безвредны для окружающей среды. От вредителей обратите внимание на профит-антивредитель. Он содержит в себе целый комплекс микроорганизмов, которые помогут вам быстро разобраться с заселением вишены черешни, тлей и другими листогрызущими насекомыми. От листоверток посмотрите, пожалуйста, на лепидоцит. В стороне также не оставляйте битоксибацилин. Препарат традиционный, но хорошо себя зарекомендовавший. Если у вас вредителей развелось очень много, то, пожалуйста, берите уже более серьезные препараты. Такие, как традиционно всем известные биотлин, децис, каратезеон. Другие препараты, разрешенные конкретно в вашем регионе проживания. Ведь в разных странах, в разных республиках свой государственный реестр. Дело в том, что биопрепараты способны легко справиться с небольшими количествами вредителей. Если же их слишком много, приходится брать тяжелую артиллерию. А для того, чтобы сберечь наши вишенки и черешенки от такого опасного заболевания, как кокомикоз, который вызывает массовый ранний листопад, посмотрите на хорус, скор, топаз, другие фунгициды. Самое главное, обрабатывайте строго по инструкции в безветренную, пасмурную погоду рано утром, либо вечером после захода солнца, когда все пчелы отправятся по своим ульям, и в саду не будет полезных насекомых, опылителей. Кроме того, что мы обрабатываем, защищаем от болезней и вредителей, нам очень важно помочь дереву восполнить затраты минеральных элементов. Вместе с инсектицидами и фунгицидами добавьте в баковую смесь любой растворимый комплекс удобрений. Это может быть кристаллон желтый, либо красный. Эколист, комплимент сад. Главное условие – пониженное содержание азота, не более 10-13%. Это нужно для того, чтобы не спровоцировать ненужный рост в конце сезона. А повышенное содержание фосфора и калия поможет растениям остановить рост, вызовет хорошее одревесневание молодого прироста, и дерево надежно перезимует. Соблюдайте эти простые, но такие важные правила по уходу за вишней и черешней после уборки урожая, и поверьте, на следующий год большой урожай вкусных, красивых, крупных плодов вам обеспечен. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши ролики, ставьте лайки, и до новых встреч!